друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребята я бы сказала у нас сегодня с вами будет самая настоящая сборная солянка да да как говорится с колесами это практически уже всегда последнее время мне очень понравилось название на английском языке наши полиглоты продолжают нас просто удивлять своими способностями к языкам вот только родной русский им выучить так и не удалось вообще вот хотя бы хотя бы на малый такой знаете какой-то небольшой такой процент на английском языке название роликов колес пытаются привлечь аудиторию полнейшая глупость учитывая тот самый момент что название на английском а сами то ролики на русском языке ну это вот такая бредятина в общем лёшка продолжает вместо того чтобы даешь народу нормальный новый цивильный съедобный такой знаете контент который нам лёша с вами обещал обещал друзья мои уже давным давно но нет нет опять же чтобы давать что-то чтобы выкладывать что-то стоящее над этим надо работать понимаете каждый контент требует требует определенной работы вот а будучи обзорщиком то есть нужно да прежде чем выложить ролик на просторы ютуба надо пересмотреть вот этих вот фриков да а у меня все наверное вот сейчас на кого я делаю обзоры это все ютубовские фрики вот сто процентов абсолютно все нужно сначала вот это говно галиматью пересмотреть все это друзья мои да какие-то моменты чтобы там не забыть где-то еще выписать вот это все выдать и еще и постараться выложить это так чтобы это было смотреть интересно потому что первоисточник ну допустим колеса это вообще просто полнейший тухляк и я прекрасно понимаю что я зачастую трачу на это просто свое драгоценное время но на самом деле там уже смотреть абсолютно нечего вот просто даже мне уже самой давным давно не интересно это смотреть но поскольку я понимаю что все-таки и зрители которые мои зрители которые ждут мои обзоры и смотрят то понятное дело естественно как говорится да я вот это продолжаю смотреть короче тратить свое время колесников не хочет зачем ему делать какой-то дельный контент когда можно взять поставить вот эту знаете светку с камерой как обезьяну с гранатой и давай светик пили видос причем видосы кусок оттуда кусок отсюда кусок с понедельника кусок да там со вторника и так далее бредятина короче ролик начинается с того что в кадре друзья мои опять главное действующее лицо главная актриса этого сериала на детской площадке как вы уже поняли бегает носится дарина носится как ненормальная ну а светка соответственно комментирует весь этот процесс за кадром и говорит ой сегодня так жарко ну да светик да светик прямо так жарко так жарко но ты знаешь что ты как-то по одежде даринки и не скажешь что жара вот у нас сегодня ребят такая жара такая духотище была на улице это какой-то кошмар и соответственно все ходили раздетые ну практически я имею ввиду да люди понимают что такое когда жарко значит и дети бегают там в шортиках в сарафанчиках в шортиках в маечках и так далее но явно не в колготках не в каких-то там ботинках кроссовках чего у нее там на ногах вообще непонятно жилетка толстенная такая жарко жарко говорит так ну да свет по вашему внешнему виду не скажу что у вас стоит жара жаришка далее друзья мои в кадре появляется уже виталинка ну а светка больная по голосу ощущается что она больна не говорили что светка заболела до соплями свои сопли гоняет из стороны в сторону ну дай ты камеру кому-нибудь дай виталине дай дарине да нет вот будет гонять прямо на камеру эти сопли из стороны в сторону хотя кому надо виталине у виталина тоже проблемы с носом с дыхалкой и совсем на свете там кому не дай камеру там все будут гонять вот эти вот сопли далее друзья мои дарина скачет на этих качелях причем там где люди садятся так где люди усаживаются и дети а дарина стоит ногами прямо вот 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 ну вот знаете вот такие вот они сами по себе вот что им не дай все ушатают все сломают вот насколько родители ничего не ценят ничего не берегут привыкли что все получают исключительно на халяву и работать нигде не надо что такие же дети вот такие же дети готовы тут же знаете все сломать разломать плевать нас на на все не свое и не жалко далее уже значит показывают нам дом квартиру святка рассказывает о том что решила приготовить вот такую вкуснятину и начинает нам перечислять там что что там значит находится что там в этом да что у нее значит это такое за зверь что это такое за блюдо я сразу хочу сказать как всегда ее блюдо вот любое святкина блюдо выглядит ребят не аппетитно даже вот вы знаете вы знаете вот как то так странно получается вроде ингредиенты у нее абсолютно все нормальные да вот даже когда бывают нормальные вот внешний вид блюда всегда вызывает какое-то вот не знаю неприятно как-то смотреть не аппетитно вот не аппетитно совсем как-то нехорошо опять ребята следующий кадр уже во дворе короче скачет знаете как туда сюда туда сюда двор квартира двор кухня двор еще что-то но и света рассказывает как она значит здесь кормит а птиц хлебом причем я смотрю никита мальчик из такой верующей семьи такой верующий но кто-то еще верит наверное то что они верующая семья чуть было знаете такой прекрасный мальчишка до 14-летний уже здоровый лоб подросток который уже должен все понимать да что как бы чуть не переехал этих птиц на своем велосипеде светка встала возле голубей и говорит ой как то говорит птички с опаской кушают говорит хлебушек боятся подойти чучундра отойди от этих птиц отойди нафиг от них как говорится подальше да и птицы подойдут и будут есть этот хлеб не ребят встала рядом с птицами рядом с этим хлебом стоит и говорит что-то они как-то с опаской едят ну далее опять ребята скачет опять показали нам значит уже события действия разворачиваются дома на столе в макароны тоже непонятно какие светка говорит с тушенкой я если честно там тушенки вообще не заметила но она сказала что эти макароны с тушенкой приготовила виталина с никитусом мне интересно где мамка светка была в этот момент видимо очень была занята очень-очень друзья мои упахалась и устала далее показывает наггетсы которые у светки как всегда такого знаете цвета прямо вот подгоревшего вот светка никогда не может ничего приготовить у нее обязательно все подгорит всегда вот зажарить до такой степени причем до светки до сих пор вот уже под 40 лет до сих пор не доходит что нужно сделать сделает огонечек потише но поменьше ты сделай но не будет у тебя так подгорать сильно да но будет у тебя нормального симпатичного золотистого цвета нет надо все приготовить вот прямо вот да да дойти до этой кондиции до стадии вот этих вот до углей прямо ребята вот до этой черноты вы понимаете это что-то с чем короче показала нам и говорит вот еще тут сосиски ну как у светочки всегда не сосиски да а сосиски остались вот тут еще доедаем видимо такие друзья мои сосиски вкусные были что их уже никто просто осилить не смог да и даже 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 колеса не смогли осилить а может быть выдавали строго по одной сосиски по одной все больше брать нельзя поэтому они собственно и остались ну и следующий кадр опять такой знаете скачок да вот только-только были дома тут же без слов дари наносится как это обезьяна туда-сюда они у фонтана светка показывает рассказывает что там особо рассказывать нечего и конец ролика где-то там какой-то там идет концерт какие-то там идут выступления нам как всегда никто ничего не рассказывает понимай как хочешь называется трактуй как хочешь дарина опять же носится то значит на велосипеде то на самокате то туда-сюда все вроде одеты так легко достаточно настя как всегда мерзнет в куртке вот да кстати я хочу сказать что у насти видимо такие же проблемы как у святки потому что светка у них там без конца мерзнет и настя без конца мерзнет я не знаю может конечно настя приболела может быть ее знобит но она и дома очень часто одета достаточно тепло все ребята на этом все то есть вот эти вот скачки да как это блоха туда-сюда с одного места на место место с одного места на другое место на этом все вот такой прекрасный шикарный ролик колесников ты там не офигел случайно мне просто интересно у тебя там все хорошо но это же вообще это же такой дебилизм это же этот вот это говноконтент еще если я раньше про вас говорила что у вас говноконтент то вот это смотреть даже невозможно а пытаться сделать из говна конфетку сделать обзор еще достаточно интересным но это только моими усилиями получается все ну а так вообще ребят просто 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 тупо нечем нечего вот им было нечего показывать это непонятно непонятно барахло показали какую-то фигню да и собственно они действия не событий ничего ни разговоров правильно колесников жаловался ой на ю тубе мы зарабатываем почти ничего не зарабатываем очень мало правильно вы Вы снимаете раз в три дня и снимаете такое барахло, такое говно, что как это еще кто-то смотрит? Я еще поражаюсь, как это смотрят еще 20 тысяч зрителей. Мне просто еще интересно, кто такое говно еще смотрит? Да? Вот в моем понимании, ребят, там должно быть просмотров не больше трех тысяч, потому что это фигня. Даже учитывая, что это влоговый канал, но это не интересный канал. Это вообще не интересный, понятно. Влоговики, они, да, им проще, у них контент более такой, да, это же не обзорные каналы и так далее. Но в любом случае, вот такое смотреть, я просто не представляю, это какой-то дурдом. Нечего показывать. Ну, хоть бы что-нибудь придумал, ну, хоть бы как-то разнообразил свой контент, ну, тогда либо закрывайте свой вообще канал, да, если вам ничего не хочется палец о палец ударить, либо тогда что-то придумайте, либо как-то снимайте поинтереснее, что-то показывайте. Ну, нечего показывать, нечего снимать. Там какие-то еще деграданты пишут. Светочка, ой, у вас такие, такие блюда прямо, прям стол, полная чаша. Боже, какие там блюда. Какие-то размазанные непонятные макароны, якобы с тушенкой, там, наверное, с тушенкой за 30 рублей с какой-нибудь, ребят, да, сиськи-письки и хвосты. И Светкина вот эти наггетсы, которые она зажарила до состояния углей практически, и все. И вот это вот непонятно. Такая укуснятина, такая укуснятина какого-то непонятного блевотного цвета. Господи, да можешь ты приготовить нормально хоть раз в жизни. Взрослая бабища, я говорю, под сраку лет столько детей жрать так и не научилась готовить. Ну, вообще, ноль полнейший. Короче, ребят, полнейшее разочарование у меня вот от этого последнего ролика. И не только, конечно, от последнего, но как-то, знаете, прям вообще, вот честно, даже вот не стоит на то, чтобы снимать на этих колесах. Говорю первый раз, наверное, уже прям вот так вот конкретно за 3,5 года нахождение моего канала как обзорного на Ютубе, сколько я снимаю, он, честно, прям уже тошнит от них. Вот такой обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Продолжение следует...